на шипе продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну и начнем мы сегодня наверное вот с чего сменит ли партию джо манчин вот эта фигура ключевая в сегодняшней ситуации да вообще-то конечно очень нормально когда столько внимания уделяется одному человеку да еще политику но вот уже где-то в январе-феврале стал понятно что от меньшина манчин на как угодно его произносить и так и так слышал многое будет зависеть и теперь едва ли не за каждым его шагом следят пока в туалетом за ним не бегают как за кирстен синема так как они сейчас два вот таких в похожей ситуации человека но кто знает кто знает все бывает в первый раз левых ничего не останавливал никогда и вот в разгар баталии по поводу того самого много триллионного законопроекта якобы инфраструктурного которым мы не раз говорили и вообще учитывая что основной сейчас центр борьбы это в любом случае конгресса точнее даже сенат потому что в палате представителей пелоси пропихивает почти все в сенате еще утопить байденов скую повестку более-менее можно то действительно что там происходит с сенатором всех интересует и благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска но по традиции я немного напомню что и какие были некоторые такие вот переходы из партии в партию про все конечно вам не буду рассказывать но существует вот естественно такое давай достаточно однообразное освещение это проблема в мейнстримной прессе что республиканцы которые перешли к демократам это сплошь замечательные благородные люди которые вот поняли что ужасы консерватизма их не прельщают и надо срочно бежать в райские кущи либерализма и наоборот те кто перешел из стана демократов республиканскую партию это такие вот отвратительные персонажи которые все худшее что они когда-то использовали для подрыва демпартии теперь перетащили в республиканскую стали ли там приняли то принято там за своих и так далее и так далее ну давайте посмотрим примеры первые сенаторы уэйн морс он от ригона он пришел к власти как ну пришел в сенат я имею ввиду как вроде бы консервативные республиканец 40-е годы воспринимался как критик нового курса и как вроде бы консерватор но на самом деле у сенатора была своя собственная повестка дня что называется и он оставил свои задачу с задачей поливение республиканской партии потому что по его мнению вот напоминаю тридцатые сороковые годы эпох когда демократы пользовались общем почти неограниченной властью что это сложилось из-за того что республиканца недостаточно левая и что он должен делать все прежде всего вопросах задабривания профсоюзов что и должно республиканской партии якобы помочь но естественно конфликты у него с товарищами по партии даже с теми кто представлял ее более либеральное крыло не очень сложились и уже в пятьдесят втором году когда морс был против никсона как вице-президента был против маккарти считаю что республиканцы должны с ним бороться и он ушел сначала в независимое более того продолжала голосовать с республиканцами первое время тут еще интересная история в пятьдесят первом году его морса я имею ввиду ударила лошадь копытом в голову я не знаю если тут какая-то взаимосвязь тем более что он уже на тот момент был вполне себе такой леволиберальный но вот желающие могут усмотреть определенную перекличку этих событий так вот и морс списке в пятьдесят пятом году уже окончательно стала демократом демократом вполне себе либеральным хотя и с руководством демпартии он поконфликтовал потому что например во время войны во вьетнаме он был одним из двух сенаторов кто голосовал против 2 было нас гриннинг с аляски и он полагал что вьетнамская война это она не объявлена и следовательно не вполне конституционная и в общем джонсоном у него отношения в результате тоже были так себе ну если вкратце характеризовать естественно конечно же либералы его хвалили да сейчас по-моему хвалят но тонкие и точные наблюдатели сенатских процессов ален друри журналист и писатель еще где-то в середине 60-х охарактеризовал морсово очень точно а именно умный на всех обиженный и одинокий вот такая вот вкратце история другой пример это джон линдс и это тут мы выходим с вами за пределы конгресса в общем и целом потому что линдс и он поменял партии когда занимался совсем другими делами незаконодательными линдс и в начале 60-х годов он считался республиканским ответом кеннеди вроде бы такой внешне эффектные бравые статные воплощение того самого либерального республиканизма который уже начало шататься от который уже начал шататься но и казалось бы партийному establishment по крайней мере хотелось увидеть что вот линдс это будет тем самым кто укрепит республиканскую партию после поражения никсона 60-м году и заодно вот не даст либеральным демократам в этом самом либерализме взять первенство но так оказалось что площадкой пробные для линдс стал нью-йорк мэром которого он должен был стать по всем расчетам середине 60-х годов 65-м году точнее консерваторы встревожились и бакли помните эту историю не раз вам рассказывал он выдвинул свою кандидатуру как именно консервативный кандидат но победила линдс и и при поддержке вообще либеральной партии кстати говоря нью-йорк и он если уж коротко говорить нью-йорк развалил при этом но с нынешним товарищем во главе нью-йорка все понятно там изначально шел как такой левачок прогрессивист а с линдс и но это был действительно давно для многих республиканцев удар что вот оказалось что человек действительно ничуть не лучше демократов и либерализм который он должен был привносить с республиканским оттенком он полностью провалился потому что поддержка молодежных левых движений протесты против того же вьетнама бездарная политика расовое профсоюзное все это привело к тому что два самых больших врага линдса в нью-йорке это были шенкер глава учительского профсоюза и хорошо всем нам знакомые раввина кахана тоже в общем показательно кто были его врагами и консерваторы заодно и плюс еще и вроде бы воплощение лидер даже тогда такой негласный от этого самого либерального крыла республиканской партии нелсон рокфеллер который был губернатором штата нью-йорк они с линдс и нам постоянно были на ножах и ну и если линдса испортил отношения с лидером своего крылом то есть рокфеллером то понятно было что его шансы они накрылись соответствующим медным изделием поэтому линдс и благополучно в 70-м 71 70-м стал объявлять 71 году перешел в демпартию его постоянные конкуренты оппонент бак или сказал что я ему про это говорил еще в шестьдесят пятом году и на вопрос а что по вашему заняло так много почему это не столько времени бакли в свойственной ему и извительной манере ответил он очень медленно думает и перебравшись в демпартию заявил что все республика на республиканцев он махнул рукой что там никакого либерализма он не дождется а линдс и даже пытался участвовать и там выборах 72 года президентских но в общем и целом карьера его тоже пошла прахом потому что его пытаются конечно же обелить но даже разумные и такие умеренные аналитики признают что его мэрство это была полная катастрофа и его дальнейшую карьеру она уничтожила полностью и даже в демпартии он себе место не нашел ну то есть вот как ведь два примера когда либеральная политика губила и карьеру по большому счету и в случае с линдсеном еще и целый город но если говорить о людях прошедших обратный путь здесь я выберу ну про рейган и не буду говорить о слишком очевидный пример а напомню вам такого более спорного и потому более интересного персонажа как строн торманд губернатор южной каролины сенатор его живописуют вот таким сосредоточим зла сегрегационизм и так далее что якобы он все это привел собой в республиканскую партию но забывают две важные вещи первое что торманд как демократ был либеральный и верный рузвельтовец то есть как раз сторонник во всем нового курса и в общем и целом такой южный либерал во всех смыслах когда до придут румана при поддержке либерального крыла демократов стал проводить политику интеграции туда торманд оторвался и сорок восьмом году он от партии прав штатов или дексикратов так называемых он действительно выборах участвовал но к республиканской партии это не имело никакого отношения естественно и полностью в республиканскую партию торманд перешел только вся четвертом году на самом деле к тому моменту он уже прославился как мастер и филибастера сторонник противник прошу прощения конечно же мир нацеленных на интеграцию против сегрегации и поэтому до его переход ну вроде бы изначально воспринимался как то что вот и ужасные сегрегационисты переходят к республиканцу но штука в том что перейдя к республиканцам вот как раз тогда торманд во-первых стал более консервативным а во-вторых его от было его сегрегационистской политики в республиканской партии стал оставаться как раз все меньше и меньше потому что он помог победить никсону а никсон до определенного момента был на юге весьма и весьма такой фигурой но не самые любимые тем не менее надуманная так называемые южные стратегии и связывают как раз стерман дам что он помог на съезде республиканской партии южных кандидатов по поддержка не поддержали именно никсона но там договоренность их ужасно якобы заключалась просто-напросто в том что никсон в основном обещал назначить назначать судьи южных это ему этого не дал сделать сенат при утверждении например верховный суд прежде всего клеймента хейнсурта ну вот а торманд оказавшись в республиканской партии потом вообще голосовал например за то чтобы день мартина лютера кинга стал выходным и стал праздником поддерживала судью томаса ну и в результате повторяю стал таким обычным даже не сказал бы чтобы особо яром но достаточно консервативным республиканцем то есть получилось что карьер его в республиканской партии в отличие от тех коллег что перебрали совершили обратный ход она в общем и целом сложилась а его спорные взгляды их республиканский консерватизм так или иначе ну будем говорить модерировал сделал более приемлемыми и ничего страшного не произошло терманд остается такой вот страшилкой просто как и вся эта южная стратегия и страшные истории что все сегрегационисты ушли к республиканцам и что что конечно же неправда самые ярые оставались в демпартии ну вот такие нам несколько примеров теперь вернемся к нашему джо который меншин и посмотрим что происходит здесь изначально прошла информация в левом издании мазер джонс есть такое что меньше на проработал такую систему из такую двухходовочку как сейчас модно говорить а именно что он пишет письмо шумеру о том что отказывается от своих руководящих постов и комитетов в сентябре и смотрит на реакцию шумера если никакой реакции нет то меньшина выходит из демпартии но не столько там переходит в стана партии республиканской сколько становится независимым а как голосует но непонятно скажем бернис андерс не к ночи будь помянутый он у нас тоже числится вроде бы независимо все мы знаем что это такое ну реально едва ли не лицо демпартии в сенате по большому счету левого ее крыла ну и все что это левое крыло сейчас творит поэтому как меньше на себя поведет это сказать довольно таки сложно он естественно как только эта информация прошла сразу же сказал что это все ерунда произнес классическое там слова булл щит и так далее но что самое главное корреспондент это левого издания они категорически отказываются давать впровержение и говорят что нет все это совершенно точно и хотя мы к левым изданием привыкли что они конечно же чушь всякую порин но про своих я думаю они в такое все писать не стали и наверняка тут контакт это довольно таки серьезные потому что представить себе что это компания левой прессы по дискредитации меньшина ну можно наверное запросто но опять подозреваю что осведомители те как в демпартию этого источнику этого издания вполне себе серьезные поэтому уверен что нечто подобное меньшина действительно так или иначе где-то там в кулуарах озвучил другое дело что скорее всего вот это вот его двухходовка написать письмо посмотреть на реакцию потом уйти она ну вряд ли серьезно это просто его какие-то пути сложные игры шумером и с демократическим истеблишментом ну и демонстрация своим избирателям что он остается вот таким вот консервально не консервативным а умеренным демократом который сдерживает левый левый напор сандерса и ему подобных чем все эти игры закончится сказать все-таки сложно но в принципе я считаю что скорее всего меньшин пока партию менять не будет ближе к выборам двадцать второго года мы посмотрим как он будет себя вести и что и как делает но то что человек действительно ведет блестящую игру политическую и вроде бы остается демократом важных вопросов голосует с ними но при этом и может выглядеть героем он им не является кстати может выглядеть героем в глазах консерваторов республиканцев и своих преимущественно консервативных избирателей в западной вирджинии то это безусловно так что повторюсь с чего начинала не самая нормальная ситуация то что делал когда все мы так внимательно следим за одним сенатором но с другой стороны что-то в этом есть и если такая вот игра меньшина приведет к тому что самые бездарные то есть практически все инициативы байдена будут тормозиться а будет а то далее надеемся и тонуть в сенате но пусть она играет с лидерами демпартии в какие угодные игры если они дают такой вот положительный результат здесь умолкну если сергей что-то добавить с удовольствием передам словом понимаете ли в чем проблемы ведь меньшин говорит о том что необходимо снизить сумму выделяемую на эту на эту затею по кардинальному изменению по кардинальной трансформации нашей страны и к сожалению все мало говорят о сути того что предложено в этом законопроекте на три с половиной триллиона а говорят только о сумме и вот я боюсь что что они все-таки договорятся они снизят планку это будет меньше чем три с половиной триллиона но суть от этого не изменится то есть с одной стороны меньшин как бы выиграет будет героем среди своих консервативных избирателей с другой стороны он будет героем среди демократов но с не среди той части демократов которые абсолютно отмороженные то умеренных демократов и это будет иметь чрезвычайно печальные последствия безусловно тут просто единственная но слабая конечно одежда это то что его попытки снизить этот самый от огромные расходы они будут встречать противодействие совсем левых которые будут отказываться поддерживать меньшие расходы но в целом опасность что партийная дисциплина возьмет верх а то конечно остается поэтому я говорю меньшин не герой ни разу и такового его считать конечно же не стоит он ведет свою игру и ведет ее довольно таки грамотно и умело давайте мы на нас сделаем небольшой перерыв если у наших радиослушателей появятся вопросы телефон студии по-прежнему 847 4005 200 ну давайте к нам уже примет звонок добрый день здравствуйте уважаемый иван вы знаете вот то что меньшин там как говорится играет в игры это одно но в республиканской партии ведь там где-то 19 16 я не знаю сколько там этих предателей находится и от них тоже это очень много зависит как будет будет принят этот закон или не будет и то что они идут на соглашение которая ну как говорится вредит стране лишь бы только им было хорошо мы тоже это уже видели поэтому все это очень страшно что нас ждет вот вот у меня такое впечатление что мы мы не от нас как говорится ничего не зависит вот не знаю может быть вы возразите этому как-то спасибо ну как да ситуация сложная но в реальности все самое главное происходит всегда в конгрессе это надо помнить и все что от вас может зависеть это постоянное давление на своих сенаторов и конгрессменов помните прошлый раз я рассказывал как законно это авто хардли который пытались демократы отменить в шестьдесят пятом году и глава республиканцев дирксон только под давлением избирателей мобилизовался и мобилизовал республиканцев и они это дело сорвали поэтому все что нужно делать вам это постоянное давление на своих представителей в штате или в конгрессе или федеральном а у что дальше получится следите внимательно смотрите конгресс это главное сейчас только он может что-то сделать потому что все эти указы байдена их можно отменить а вот как только проходит инициатива через конгресс это почти наверняка навсегда давайте все-таки сделаем небольшой перерыв после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии во-прежнему 847 4005 200 если будут вопросы пожалуйста звоните но сейчас давайте перейдем к ситуации в японии что там какой расклад предвыборной да муж с вами говорили про выборы главы правящей партии но и теперь грядут уже собственные выборы общие и и азия у нас в центре внимания всегда цель понимается там китае что с ним делать а вот давайте посмотрим что будет происходить в стране который все таки главный союзник соединенных штатов и вот как мы видим еще и воплощение тех свобод которые многие европейцы и у и американцы в к видную эпоху как-то о них подзабыли в японии оказывается помню сейчас ситуация такая что скорее всего победит все та же самая либерально-демократическая партия в альянсе с камеито и основной конкурент конституционно-демократическая партия такая более левая которая будет действовать в коалиции с коммунистами социал-демократами вряд ли они победят хотя опросы сами знаете не всегда оправдывают на самих выборах но тем не менее результаты опросов такие что тут любопытно кисида который в случае победы либеральных демократов останется премьер-министром он уже слегка свои обещания подкорректировал в более консервативную сторону то есть изначально он позиционировался как такой умеренный почти голубь особенно в отношениях с тем же Китаем потом и говорил он что нужно как бы капиталистические особенности слегка подкорректировать стараться добиваться распределения и пересматривать ряд налогов но пересматривать явно в сторону повышения однако придя собственно говоря став главой партии он столкнулся с тем что большинство опять же опросов и вот здесь на них стоило внимание обратить не очень довольны разговорами о налогах и уже теперь кисида заговорил о том что сначала нужен экономический рост а уже потом надо думать о каком-то перераспределении и всем таком ну вы то что сами разговоры о перераспределении в правой партии звучат это конечно безрадостно но к сожалению вот такая зараза до японии тоже дошла стоило бы наверное здесь японцам посмотреть на пресловутые скандинавские страны где вот столь любимые мной датские правые говорят что благосостояние в скандинавии прежде всего в дании достигнуты не вот перераспределением доходов а как раз экономическим ростом то есть когда правительство меньше но вот кисида может быть все таки еще тоже сделает правильные выводы пока вот повторяю избиратели в японии как видите не очень хотят перераспределение и социал-демократии за что честь им и хвала и параллельно кисида стала куда более ястребом в отношении китая все больше и больше стал говорить о необходимости активной поддержки Тайваня о том что нужно укреплять отношения с Южной Кореей но тот самый если угодно тройственный союз неофициальный про который я вам тоже не раз говорю он кисида и озвучен и что здесь любопытно это то что я не буду говорить что напрямую на него повлияла эта организация повторюсь еще раз тут избиратели тоже консервативные играют очень очень серьезную роль но интересно что если все прогнозы и если все опросы действительно оправдаются то и либеральные демократы победят и кисида уже окончательно станет премьером то это будет подряд третий премьер который не просто представляет либерально демократическую партию а еще и предус представляет такую организацию как Непон Каиги ну перевод такой не очень правда литературный но другого я пока не видел это японская конференция это правая организация она действует с 97 года и очевидно что все больше и больше влияние свое она оказывает поэтому можно найти какие-то душераздирающие заголовки в либеральной прессе в том числе англоязычный что это культ который вот ультраправый руководит Японией превращает Японию в такую реакционную страну и так далее и так далее но если левых так как сюда колбасит значит организация достойна и более того напомню вам что когда вот шли выборы главы партии то считалось что Кисидо проигрывает Таро Коно тоже такому политику авторитетному но Кисидо победил и возможно сказалось то что он в этой в Непон Каиги состоял а Таро Коно как раз насколько я знаю нет и то что одной из приближенных Кисидо должна стать Санайто Каити про которым рассказывал она тоже с Непон Каиги насколько я помню связана что же такое Непон Каиги и откуда взялось взялось не на пустом месте в принципе эта организация она появилась я уже сказал в 97 году но до того было 2 2 других организаций это в 74 году общество защиты Японии так называемая которая в основном занималась объединяла людей религиозных и антикоммунистов и в 81 году японская тоже конференция японского народа что-то такое название было по-разному с японского на английский и так далее переводят это уже организация более светская там были представители образования и представители шоу-бизнеса даже военная и вот сначала они так или иначе объединились и потом уже стали такой силой достаточно весом я не буду перечислять вам имена ее основных лидеров и деятелей чтобы не запутаться но как бы то ни было какие их основные приоритеты основные приоритеты это конечно традиционный и социальный консерватизм консерватизм экономический уходит немного на второй план ну к сожалению но тем не менее поэтому они себя позиционируют как организация которая должна продвигать японский патриотизм уважение к японской традиции и естественно большую независимость Японии в вопросах прежде всего защиты обороны но имеется ввиду что меньше зависеть прежде всего от американцев ну что кстати я считаю разумно потому что денег на это тратится много а если япония остается союзником но сильной армии что кстати не японцы даже а многие американские адекватные консервативные политики так или иначе озвучивают еще сороковых пятидесятых годов и Даллес и Никсона они вполне были заинтересованы в том чтобы Япония имела свою и вполне себе крепкую армию еще в те годы но вот тогда сами японские лидеры не очень этого хотели а теперь под давлением под влиянием вот этого самого Ниппон Каэги действительно происходит такая ситуация что все больше и больше говорят о пересмотре Конституции в пользу того чтобы японская армия действительно была но самое наверное главное и я так скажу значительное в деятельности Ниппон Каэги и их ставленников прежде всего Аба конечно же учитывая что он вообще рекордсмен по пребыванию на посту премьеры Японии это то что я уже сказал что там довольно большую роль играли люди так или иначе связанные с интеллектуальной деятельностью и с образованием это то что они сделали своей целью прежде всего образование и еще давным-давно в первые и тогда не особенно продолжительный и успешный свой заход во власть Аба успела тем не менее провести закон по которому упор делается на такое традиционное патриотическое образование где воспитывается уважение к культуре и к японской традиции а в четырнадцатом году когда Аба уже так все больше и больше власти закреплялся он провел еще одну реформу которая позволила губернаторам и законодателям на местах так или иначе оказывать влияние на политику вот разных школьных советов и так далее и тому подобное если школьные советы ведут себя неверно и так или иначе отступают от создания от образования с таким с патриотическим уклоном и если мы с вами посмотрим на ситуацию с образованием в западных странах и в Соединенных Штатах то мы с вами видим что то что делали японские правые правые японские консерваторы но это как раз то что нужно делать консерватором американским японка кстати часто сравнивают именно с американским консервативным движением а там с движением ли чей пить в какой-то степени со сторонниками трампа тем более как все мы помним у Абы Абы был едва ли не главным союзником трампа в Азии точно да и в мире вообще у них отношения складывались отличные и тоже не устаю об этом напоминать но это действительно важно либеральные демократы Японии и тут у меня нет точных данных но я подозреваю что это не просто так и Непон Каигин я так уверен в этом демократов не любят вообще американские ну вот и в этом плане как представляется мне опыт надо перенимать и во первых на данный момент мы уже с вами видим что необходимо вот такая сильная американская группа движение чаепития все в прошлом консервативное движение да но есть какие-то фракции в палате представителей прежде всего но нужна вот действительно такая такой вот союз как у японцев я сам никогда не был сторонником слепого копирования чего-то я прекрасно понимаю что япония совсем другая культура и совсем другая другая ментальность хотя опять же не люблю это слово но мы с вами видим американские идеи на японскую почву переместились и в сочетании с японской традицией дали очень-очень хороший результат более того борьба с уже тогда великий премьер сегеру йосида еще в 50-е годы уже тогда сделал свои мишени именно образование чтобы коммунисты там не безобразничали особенно не все у него получалось особенно после того как он ушел но теперь то что непон каиги опять сделали в припоставили в приоритет именно борьбу за образование это себя как видите оправдывает потому что японцы показали себя людьми вполне свободолюбивыми японцы показали себя людьми которые никаких локдаунов не выводили во многом благодаря тому самому суги который тоже принадлежал и принадлежит к непон каиге ну да там были к сожалению засилье масок и так далее не все сразу и правительственные расходы но тоже повторяю консерватизм фискальный тут у нас непон каиги не на первом месте тем не менее к чему все это говорю что наверное настала пора и западным странам что-то у японцев перенимать а именно вот это умение не напрямую не то что там какие-то суровые ограничительные меры а вот через такие законы как бы то ни было образование делать не мазохистским упражнением для левачья для всякого а чтобы американцы воспитывались с пониманием того что есть да не то что есть а гордиться всей историей можно естественно обращая внимание на какие-то проблемы но понимаешь что именно американская система эти проблемы решает а никак не усугубляет все это конечно же нужно делать и я полагаю что одна из главных проблем консервативного движения в штатах вообще в том что нет сильных контактов с европейскими правами адекватными а не какими-то там липин и так далее и вот точно нужно устанавливать связи с непонкой иди потому что ну я думаю поняли по моему рассказу опыт вот этот японские америки на сегодняшний день очень и очень пригодится так что непонкой это действительно организация действительно и весьма и весьма важно и на нее опыт перенимать нужно приглашать деятелей разбираться понимать как они смогли добиться своих успехов почему наконец консерваторы и правые в японии правят уже довольно таки давно и левые к власти приходят но эпизодически от них быстро избавляются ну и многое конечно же решит то что будет происходить уже в эти выходные а японские выборы пройдут как раз в эти выходные вот мы с вами и будем смотреть что и как потому что возвращаясь уже непосредственно к выборам коалиция левая она может быть и не произведет какой-то уж такой серьезный переворот но отношения с китаем конечно же будут совсем не такие как при либеральных демократов демократах да и отношения с Тайванем и Корея я думаю тоже и если к тому же конституционные демократы со своими социалистическими коммунистическими друзьями еще и поддадутся на все эти и на налоги пойдут на повышение налогов на то самое перераспределение потому что для них конечно оно важнее экономического роста и будут еще более активно пропихивать желеную политику то удар по японской экономике будет очень и очень силен любой удар по японской экономике но будет автоматически означать опять сближение с китаем что ни западу ни соединенным штатам совершенно не нужно даже при том что мы прекрасно понимаем что нынешняя администрация американская это это не совсем то что нужно для противостояния китая но тем как бы то ни было вот эти левые они могут обстановку ухудшить даже в японии тогда как победа правых но я вам уже описал и установки кисиды его партии и то что за ними будет непон каиги со всеми теми моментами которые я тоже акцентировал зелень вся эта мерзкая там тоже как так или иначе есть но японцы скорее всего будут развивать все таки атомную энергетику даже несмотря на то на те проблемы которые все мы помним у них были и на те прискорбные эпизоды вроде фукусима но как бы то ни было либеральные демократы все же более как положено консерваторам реалистичны и они какие-то там уже совсем безумные левые идеи вряд ли будут реализовывать и будут двигаться так медленно и поступательно и хочется верить более разумно с японской основательностью так что вне всякого сомнения все мы все мы должны с вами кто придерживается консервативных взглядов естественно все мы с вами должны болеть в ближайшем будущем то есть в эти выходные за либеральных демократов с комэиту хотя комэиту такая считается более пацифистская партия и может немного некоторым и идеям либеральных демократов вроде увеличения оборонных расходов помешать но кисида пока нацелен на то чтобы действительно оборонные расходы расти будут возрастать поверьте мне если возрастают оборонные расходы японии меньше платить вам байден конечно найдет на что у вас деньги отобрать но тем не менее кисида в этом плане достаточно вроде бы нацелен серьезно там посмотрим какие будут особенности парламентской борьбы ну и в целом японский консерватизм как мы видим жив здоров при каких-то там экономических конечно же проблемах и хочется верить продемонстрирует это и в ближайшие выходные но все мы повторяю должны с вами и дальше внимательно отслеживается все что происходит в регионе потому что это действительно важно и выборы вот в таких странах как япония тайвань южная корея должны действительно быть у нас в центре внимания нашего всегда здесь пожалуй я чуть умолкну но если сергей что-то добавит или вопрос время останется то давайте этому оставшиеся пять минут посоветим телефон студии 847-400-5200 если можно совершенно отвлеченную тему то есть тема острая живая это по поводу болячки популярный а что происходит в россии в россии происходит какой-то маразм как всегда потому что после выборов у нас была в москве хорошая погода а теперь вдруг резко возросло количество заболевших и у нас теперь локдау и еще и призывы постоянно чтобы было как можно больше всех этих тестов которые как вы знаете не очень в принципе реалистичные которые всегда количество больных только все больше и больше увеличивают поэтому то в японии в то же самое ограничение снимают повсеместно и количество больных падает и все больше и больше то есть буквально месяц на эти случаи буквально месяца назад полтора исчислялись в токио там чуть ли не тысячами а теперь сегодня 17 человек по моему и как видите ничего все эти мер получается и особенно и не работает у нас же опять принуждение закрыть сидите дома и опять новый этап манипуляции запугивания и нагнетания страхов и как следствие более удобного управления нами консерваторы как видите не везде но все-таки в этом плане лучше наш путин хоть он тут и уверял что он консерватор на эту тему отдельно может быть не обратимся никакого консерватизма из себя конечно же не представляет как и большинство увы лидеров в европе которые тут уж не буду я им тоже давать индульгенции вроде тоже минует себя консерваторами и правыми а то же самое на все эти безумия к видны поддаются охотно будьте осторожны для вас это тоже проблема вообще удивительно никогда еще правительство разных стран так не заботилась о здоровье своих граждан никогда еще в этой заботе они не прибегали к избиению дубинками к арестам так сказать увольнению с работы и так далее вот это забыл вот это я понимаю забота правительств о здоровье своих граждан бить колотить сажать в тюрьму арестовывать и так далее вот это забота причем отличаются и консервативные так называемые правительством в австралии что делается мы в британии тоже не намного лучше там теперь еще и зелень полезла опять этого джонсоновская в австралии дает просто катастрофа правильно побеждали консерваторы ну вот мы видим действительно вдруг нас стали лечить во все отверстия и всеми подручными средствами а все потому чтобы слушались они как не потому что чтобы были здоровыми положительных примеров у нас здесь далеко ходить не надо есть южная дакота есть калифория простите калифорния чуть чуть не это а есть флорида где не были предприняты драконовские меры и результат письма и весьма положительный за нами во флориде там глав глав врач штата к чернокожий пришел куда-то без маски сколько было истерик в прессе как это вообще может быть потому что эти намордники которые зло сами по себе это уже знаете я не хочу никаких проводить параллели не с какими перед периодами из истории но то что они стали таким значком и лояльности но это безусловно это конечно же отвратительно потому что когда какие-то элементы того что мы носим на себе они по ним определяют свой чужой это не показатель здоровья общества к сожалению параллели напрашиваются вольно или невольно ну и времени у нас больше не остается очень жаль но как-нибудь мы на эту тему поговорим спасибо огромное вам спасибо и до боли вам до встречи